Чё красиво-то? Снега по колено. Ой, не знаю. Я если бы могла, я бы не просто красила бы, я бы ещё на потолке облачка нарисовала. Делать тебе нечего. Ты на сама вечную в облаках витаешь. Ну что, картель, ударный труд. А чё вы встали-то? Давайте Павловичу не сидишь, давно ждём. Давайте, давайте, давайте. Давайте. Ну что, как работа? Работа кипит. Да, вот им скажи, вот подходящая ли это работа для девушек? Ну, если бы я был бы президентом, я бы всем красивым девушкам запретил бы работать. А некрасивым. А некрасивых не бывает. Да уж прям не бывает. А, пойдём. Да. Пока. Так где была? Так где была? Ты, Машка, на Серёг, ты не заглядывайся. Я увидал, какие фифы нравятся. Да я и не заглядываюсь. Ну да. Такое я не вижу. Вон иссохла вся. Он бригадир, красавец. Да, знаю я. Знаешь ты. Ты чё? Олежек, выручи ты зарплаты. А, Мить, каждый месяц одно и то же. Ну я же срок отдаю. Чё? Срок отдаю. А, ну это да. Странно только как. Знаешь, либо у тебя отраты больше, чем надо, либо зарплаты меньше, чем надо. Да нет, нормально у меня зарплата. Чё? Просто, просто у меня годовщина с Лизой. Хочу ей, ну, какой-нибудь сюрприз сделать. А, ну и насколько ты планируешь разводить этот романтизм? Извините. Тысячу, да? Чё, уложишься, что ли? Ну ладно, не переверись с романтикой на земле. На, держи. Тысячу двести. Старик, спасибо. Спасибо. Всем привет. Игорек, фу на тебя. У меня чуть инфаркт, и миокарда не случился. Знаю, знаю, что не красавец. Ну что уж, такой страшный. Такой внезапный. Привет, Маша. Привет. А давай сегодня в кино пойдем? Ой, я сегодня не могу. И вчера не могла, и позавчера. Понимаешь, то одно, то другое. Сегодня Рая попросила с детьми посидеть. Да? Ты мне Машку-то с толку не сбивай. У меня сегодня личная жизнь решается. Рая, совесть имей. Ай. У тебя каждую неделю личная жизнь решается. И каждый раз с новым претендентом. А что делать, если вы мужики такие? Какие такие? А вот такие, шурмур-то разводите. А как только про моих двойняшек узнаете, так сразу в кусты. Ну ничего, я надежды не теряю. Зато я теряю. Из-за твоей личной жизни мы с Машей уже целый месяц не можем в кино попасть. Ой. Кино в мире еще делать не перестали. Так что на ваш век хватит. Маша, давай завтра. Завтра? Да. Ой, а я Юле пообещала помочь генеральную уборку сделать. Ну а может, после? Завтра. Ну давай. Ты только не обижайся. Да я не обижаюсь. Что я тебя не знаю? Тебя же хлебом не корми, дай кому-нибудь помочь. А некоторые вот пользуются. Ой, совестить меня еще будешь. Ладно, чао-ка-као. Пока. Ты, Машка, не особо ты ему доверяйся. Знаю я его. С бабкой своей старой вот в такой квартирке живет. Ну ты откуда знаешь? А я все знаю. Я про всех мужиков справки навожу. На всякие случаи. Ой, Рая. А что ты? Что ты смеешься тут? Он на квартиру твое целится? Ну что ты в самом деле? Ну а что в самом деле-то? Ты меня слушай. Я жизнь-то знаю. Кто тебе еще подскажет, кроме меня, а? Пока. Ну что, по домам? Слушай, Митя, у меня такое дело. Надо проект подписать. Ну, заказали вам конституционное сопровождение для согласования в Горсовом управлении. Там архитектор мутный, понимаешь, и не хочется подставляться. Так ты оставь, я завтра переправю, обязательно. Слушай, мне надо сегодня, я обещал. Ну, Олежек. Ну, только не сегодня, ладно? А потом мне еще вот три проекта. Ну, не сегодня, так не сегодня, не можешь. Ладно, я завтра сам попробую. Правда, к своим не успею. На ночь съездить. Ну, ладно, спасибо. Ну, ладно, ладно. Чего ты обижаешься? Прямо обижаться, значит. Ну, надо сегодня, значит, сегодня сделать. Спасибо. А на счет денег не волнуйся. Отдашь, когда будут. Так, деньги я верну в зарплату, как обещал. Все? Ну, а я сказал, отдашь, когда будут. Спасибо. Ой, ладно. Ой, я слоник-мошок. Ой, Игорек. Привет. Проходи. А ты кровитель? Я... А ее нет. Я к тебе. Ну, я к вам. Дядя, ты будешь с нами играть? Дядя, ты будешь с нами играть? Я? Ну, в общем-то, я для этого и пришел. Так. Э, куда вы меня? Подождите, я же не разнулся. Ребят. Ура! Куда вы меня? Ну, какое-то дешевое тряпье просто. Жизнь проходит мимо просто. Алло. Что? Мить, ты каждый день задерживаешься на работе допоздна. Да. Я не знаю, может, мне зарплату за это хотя бы прибавят. Да. Ничего. Мне совершенно нечего носить. Ой, ну только вот этого не надо. Да, может быть, тебе все равно, во что я одета, а мне нет. Мама! Мама! Так, мы еще не спрятались. Считайте до 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, 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 девять. Двенадцать! 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 Севастенье! Двенадцать! Двенадцать! Все! Кто не спрятался, мы не виноваты! Спасибо, что пришел сегодня! С тобой гораздо веселее! Я тоже рад, что мы все-таки провели этот вечер вместе! Да ты что? Маша, извини! Так вот зачем ты? Я думала, ты просто друг, а… Ага, папа! Игорь водит! Игорь не водит! Игорь уходит! Ну, где он? Кто-нибудь будет нас искать? Иду, иду! Ты одна? А где дядя Игорь? А дядя Игорь ушел! Ну, вот! Лисочка, я уже домой иду, все! Ну, не ругайся, а! А я холодные котлеты очень даже люблю! Все! Целую! Все! Так… Мамочка, привет! Ой, ну, близнецы Раисини! Такое хулиганье! Представляешь, вышел на минутку, поставить им кашу на ужин, а они кошку красками разукрасили! А еще, представляешь, Игорь пришел! Я вообще от него такого не ожидала! И что теперь с ним делать? Ума не приложу! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Краснова Мария? Это я! Да! Хорошо! Велели завтра прийти в городской юридический центр! Зачем? А я бестолковая такая, даже не спросила! Ой, а вдруг что случилось? ЗВОНОК ЗВОНОК Здрасте! Здрасте! Вы извините, мне сказали прийти. Матвей Маркович? Я Маша! Краснова! Угу! Можно? Здрасте! Вы извините, я с работы только! У нас обед! Переодеться не успела! Документы принесли! Да-да! Ой! Вот! Все документы! А зачем это вам? Вы что, ничего не знаете? Чего не знаю? Вы получили наследство. Я? Наследство? От кого? С луны свалились! Или прикидываетесь? Лисенок! Я уже дома! Цветы и вино! Ты уже знаешь? Конечно знаю! Пять лет назад, именно в этот день мы с тобой познакомились! Я забыла! Ну вот! Пойдем, что я тебе покажу! Так! Ты это видел? Папа! Мить! Ну ты понимаешь, что это значит? Да! Конечно понимаю! Я теперь круглый сирота! Митя! Это значит, что мы теперь богатые! Ну что ты на меня так смотришь, Митя? Ты единственный наследник! А у них столько всего! Папа лауреат госпремий! Там особняк набит антиквариатов! Ну, Митя! Это все знают! Я тебя люблю! Я тебя люблю! Я тоже тебя люблю! Только... Никакой не наследник! 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 Я же отказался от всего! Как? Когда? Ну... Когда порвался отцом двадцать лет назад. Я у нотариуса заявление оставил. Это та правда. А почему ты мне ничего не сказал? Зачем? Это ж было в моей прошлой жизни. Лиза! Ну, ты отказался. Детей других нет. Кому это твое наследство тогда... Не мое, Анна! Хорошо. Не твое. Кому это наследство достанется? Откуда я могу знать? Ну, государство. Стоп! Никуда, значит. А мне все равно. Это я слышала уже. Зачем ты с отцом поссорилась-то? Ну... Мама тогда заболела сильно. Долго под больницей. Лежала. А он, представляешь, он даже навещать ее забывал. А потом я узнаю, что, оказывается, у нее давно уже молодая любовница. Вот так. А когда мама умерла... А он на следующий день... До свидания. Пошел. Вот этого я ему простить не смог. А она? Любовница эта... Она тоже, что ли, на наследство претендует? Не думаю. Ну, во-первых, он на ней не женился. Он же не... А во-вторых, почему тоже? Я ж не наследник. Я ж тебе объяснил, что я официально отказался от наследства. Нет. Такая мелочь. Мелочь? Подожди. По твоему предательство, это что, мелочь? Все понятно. Ты сказал отцу, что он предатель, он сказал тебе, что ты неудачный. Боже мой. Ты ему ответил, что тебе от него ничего не надо, что ты сам все заработаешь. Понятно. Ты моя проницательная. Нить. А любимая? Угу. Двадцать лет прошло. Двадцать. Уже все, можно было... Все! Вот, я тебя очень прошу, давай закроем эту тему. Пожалуйста. Я и не знала, что так люди живут. Думала только в кино про графов. Теперь вы саман, как в кино про графов. Пожалуйста. И что, мне теперь можно здесь жить? Ну, хотите – живите. Хотите – продайте. Что хотите – то и делайте. Угу. Единственный момент. По закону, в течение полугода после смерти наследователя, другие наследники имеют возможность оспорить ваше право наследования. Но, насколько мне известно, других наследников нет. Ваш отец ведь отказался от своего права? Да все равно, он давно умер, когда я еще не родилась. Ну, почему же? Живет и здравствует Дмитрий Анатольевич Черновицкий. Черновицкий. Как? Мама говорила… Ой! Простите. Кажется, я раскрыл семейную тайну. Папа… Жив? Почему отец столько времени не давал о себе знать? Да, мужики – они все такие. Сделал дело – слеза из тела. Мама почему-то говорила, что он умер. Ну, да. А лучше было бы тебе знать, что он тебя бросил, родимый. Да нет, может, это какое-то недоразумение? А может, он не знал, что мама ждет ребенка и уехал в далекую экспедицию. А потом, например, потерял адрес или… Или память. Сейчас это сплошь и рядом. Ты в облаках не витай. И… Девочки… Я должна его увидеть. Ну вот… вот… Объясни мне, как нормальному человеку. Зачем? Его двадцать лет не видела. Да как же вы не понимаете? Я думала, что я сирота… А теперь… А что теперь? Ну что теперь? Ну я не сирота. И толку что? Что я своего папашки хорошего видала? Да нет, он не такой. Я хотела сказать… Наверное… Ты хотела сказать… Наверное… Ты его никогда не видела. И не надо. Девочки, ну… Ну он же мой папа. Не буди лихо, пока оно тихо. Ну хорошо, он про твое наследство не знает. А узнает, оттяпает у тебя. Ну ты вообще и соображай. Девочки, ну что мы все папа да папа. Ну наследство, это же как прекрасно. Я вот, например, вообще поверить не могу в это. Тей богу. Да. Если честно, то я тоже. Слушай, Машка, а тебе это вообще не приснилось? Всем привет. Привет, Игорек. Привет, Маша. Все, Игорек, потеряли бы Машку. Не твоего полета теперь птица, богатая невеста. В смысле? Рая. Чего? Не слушай ты ее. Ну, знаешь что, слушай не слушай, а Маньку мы потеряли. Да? Факт, да. Девочки, ну что вы такое говорите? Юлечка, Раечка, вы же мне как сестрички. Я вас так люблю. Давайте устроим новоселье. Хоть сегодня вечером. А давайте. Давайте, давайте. Я вас всех приглашаю. Всех? Ты, Игорь, тоже приходи. Товарищи. Это ж счастье какое, а! По этому поводу предлагаю выпить, не задумываясь. Слушай, там, наверное, красота какая, да? Слушай, ну посмотрим, как буржуи живут, а! Ну, поехали, ребята! Сереже тоже надо сказать. Не надо читать. Ну! Тихо! Так. Не надо читать? Тихо! Хорошо! Тихо! Тихо! Не надо читать! Вот видишь, где нам довелось встретиться. Может быть там, с мамой, вы будете вместе. Я так хочу. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуй, дедушка. Дедушка. Что, ну-ка? Надоело все. Все, это Митя, что ли? Ну а кто еще-то? Я в этот город этот из своей деревни зачем ехала? Замуж перспективно выйти. Девушка, вы разговоры разговариваете или вы работаете? А мы не работаем, что ли? Мы работаем. Господи. Два пирожка, капуста, гречка. Пятнадцать семьдесят. Слушай, Лиз, а поехали может в Москву, а? Да знаешь, какие мужики перспективные. В Москву все едут, девушка. Пробейте. Гуляш, булочка и компот. Восемнадцать рублей. Вот. Вот именно. Что там в этой Москве делать-то, Кать? Без связи, без денег. А тебе вообще кто сказал-то, что это Митя Перспектива? Ну я про родителей его узнавала. Думаю, задружусь с родителями. Я же со всеми общий язык могу найти. Ну что да, то да. Кать. Пойдем поговорим куда-нибудь нормально. Здесь же вообще общаться невозможно. Ну а кто у меня работать-то будет, Лиз? Ну ты чего? У тебя хоть какой муж есть, а у меня никакого. Девушка, давайте я буду вашим мужем. Правда? Как вы мне надоели все. Ужас. Семнадцать рублей. Заигрывайте с тем, кто вот вторую тарелку борща у вас съест. Да это у меня аппетит хороший. Пятнадцать рублей. Спасибо. Ну чего ты успокойся, Лиз? Да все нормально. А с этим это, что с отцом-то, с этим Митиным? А ничего. Видишь, они вообще не общаются. Двадцать лет уже. Ну ладно, ну чего, подождем. А тут узнаю, что он болеет. Отец Митя. Газету открываю. Кать. А он умер. Кать, иди, честно скажу. Греша, конечно. Я прям, когда эту газету увидела, прям затанцевала вся. Лиз, Лиз. Ну что? А Митя приходит и все. И все. Пять лет в жизни. Пять лет в жизни коту под хвост. Ну а что делать, Лизонька? Ну что поделаешь? Ну не вышло. Ну ничего, все будет хорошо. Не вышло. Это у меня-то не вышло. Здравствуйте. Матвей Маркович, если я не ошибаюсь. Ну, вы-то не ошибаетесь. А я вот что-то не понимаю. Вам назначено? Вас секретарь пустила? Вы считаете, что меня можно было не пустить, да? А конкретнее? Я Лиза. Ну, жена Дмитрия Анатольевича. Черновицкого. А, тогда понимаю. И должны мне помочь. Я даже догадываюсь в чем. Приятно иметь дело с умным человеком. Понимаете, у моего мужа старомодные представления о жизни. Я сочувствую, но оспорить завещание может только он сам. Сам? Да ладно, у нас он... Его когда дома нет, я сама курьерские ведомости подписываю за него. Ну, значит, курьеры не так дорожат своей работой, как и своей лицензией. Да кто знает-то? Вам перечислить список организаций? Я вам заплачу. Много заплачу. Вам вообще известны размеры наследства? Я вам отдам двадцать процентов. Извините, у меня сейчас клиент по записи. Тридцать. Когда будете уходить, пожалуйста, дверку плотно прикрывайте, то у нас тут сквозняки дуют. Больше тридцати, что ли? Это грабеж. Ну, хорошо. Тридцать пять. Тридцать пять. Люба, там по сделке уже пришли? Приглашай. Ну и прекрасно. А потом будете локти кусать и деть. Елизавета, извините, не знаю как вас по отчеству. Андреевна. Вы телефончик оставьте. Ну, на всякий случай. Может пригодится. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здрасьте. Здрасьте. Вам кого? Я ваш адрес взяла. У Матвея Марковича. Я дочь Дмитрия Анатольевича Черновицкого. Он здесь живет, я не ошиблась? Дочь? Какая такая дочь? Я ни про какую дочь не знаю. Я думаю, папа тоже не знает. Понимаете, так получилось. Я не знаю, как у вас там получилось. Только нам никаких дочек не надо. Да, я просто познакомиться, мне тоже ничего не надо. Так я и поверила. А зачем вы так говорите? Вы же меня не знаете, и я вас не знаю. Мне папа нужен. А ты ему не нужна. Как ты не нужна? Он же мой папа. Ну, во-первых, это не факт. У нас, как и наследствие объявили, у нас дочки так косяками и ходят. А во-вторых, если бы ты ему нужна была, он бы сам тебя нашел. Так что ты сюда не ходи. Поняла? Лизонька, кто приходил? Соседка. Ключ оставила. Ужин почти готов. Я жду тебя, дорогая. Спасибо, милая. Я лучше полежу. Так может я ужин в постель принесу? У меня, Митенька, что-то совсем аппетита нет. Что ж ты у меня совсем расклеилась, а? Может, врача вызвать? Я схожу. Завтра. Если смогу встать. Мне так грустно, что я тебя не могу покормить. Ты все сам-сам. Как холостяк какой-то, да? Ты даже не думай об этом. Главное, чтоб ты поправилась. Спасибо. Рай, ну вот слушай. Ну что за несправедливость? Что такое? Ну вот почему, например, у меня не появился какой-нибудь богатенький дедушка? Или у тебя? Да, мил такой дедуля. Сейчас бы был в самый раз. Да? Ну я б тогда не думала, вообще голову себе не ломала. Как своих спиногрызов-то на ноги поднимать. Да? Не говори. А Машка-то че? А всем довольна. Мне все нравится. Мань, это че, Мишкин что ли? Шишки в лесу? Или наоборот? Я хочу нашему городскому музею картины подарить, чтоб все могли увидеть. Ты че, с ума сошла? Это ж миллионы стоят. Да миллионы-то бумажки. А так людям радость. Да, Мария. Странный ты человек. Если все это по-моему продать, то сколько же это? Да тут еще в стенке сейф с драгоценностями. Бабушка бриллианты изумруды собирала. Такие красивые. Починил. Там проводка была старая, но теперь все в порядке. Спасибо. Да я еще приду. На втором этаже вообще нужно все поменять. А я тоже проводку умею чинить. Да, да. Держи. Маша, ты меня извини за тот случай у Рая дома. Да я уж забыла. Забыла? Ну, в смысле, не обижаюсь. Маша! Маша! Это ж золото, что ли, а? Откуда я знаю? Давайте все к столу! Садись, садись. Ага. Ой, Маша. Так, садись. Ой, спасибо. Так, опа. Давайте за дружбу. Да что там за дружбу? Дай Машка за тебя. Да, и чтоб друзей не забывала. Ой, я сейчас. О, хлеб! Сергей, дай посмотреть. На. Надо же. Такая тонкая работа, да? Ага. Это, Раечка, тебе. Ого! Это, Юлечка, тебе. Мне? А чего ты все раздаешь направо-налево-то, а? Кто это тут направо-налево? Обалдеть. Это мы-то направо-налево? Сам ты налево. Ну, ребята, чтоб я жила всю жизнь так. Спасибо. Ну, ладно, давайте. С новосельем. Ну, ура! Ура, 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 ура! Ты представляешь, сколько у Машкиной бабки барахла. Ты представляешь? Если она просто так все раздаривается. И главное же, что какие-то отбросы. Ну? Это ж, по-моему, даже не бриллианты. Ты че? Какие бриллианты? А че? Богатые, не знаешь, какие жадные? Вот ведь раньше строили, а? На века. Я смотрел сегодня на чердаке. Там перекрытие так хитро сделано. Да, сейчас замашка такая худо начнется. Да. Надо ей посоветовать, чтобы она в милиции обязательно дом на охрану поставила. Да я не про это. Сейчас вон женихи все налетят. Кому она раньше была нужна, а? А сейчас вон другое дело. Ну, почему это никому? А меня кто-нибудь проводит? А че, ты сомневаешься, что ли, а? Нет. Нет? Я сомневаюсь. Пойдем. Ну, счастливо. Ну, я счастливо, да. Пока. До свидания. До свидания. Поешь. Что сказал врач? Что-то со щитовидкой. О, Господи, а как лечить-то? Не знаю. А у нас не лечат. Надо в Европу ехать. А это срочно? Митя, какая разница? Это очень дорого. Но все равно таких денег нет. Да. Ну, ты, ты, ты не нервничай, ладно? Я... Я обязательно что-нибудь придумаю. Вот увидишь. Я придумаю. Мить! Да? Я в тебе не сомневаюсь. И узнаю, можно ли под залог нашей квартиры взять кредит на лечение. Главное – твое здоровье. Мить! Митя! Митя! Да. А как там твое наследство? Хватит об этом. Я даже, даже не волнуйся. Я все придумал, я все сделаю как надо. Да ладно, Митяев. Конечно, помогу. Фу! Фу, я сказал, свои! У меня какая-то другая занимается кредитами. Ну, приедет, посмотрит квартиру, оценит. Все будет нормально. Спасибо, Олег. Ты настоящий друг. Да ладно, вот все сделаем, тогда и будешь благодарить. Все равно спасибо. Ну да. Слушай, а ты как отдавать-то будешь? Там ведь все строго. Ну, фу, я сказал, свои! Если вовремя не заплатишь, так ведь. Квартиру отбирают. Прописывается жилье в общагу и привет. Ну… А я буду много работать. Ага. Ты же мне поможешь с заказом, да? Ну, это… Ну, фу, я сказал! А, Муся, ты… Ну, сейчас, сейчас, я заканчиваю, все. Пока. Давай. Я на другой объект прихожу. Жалко. Теперь еще когда увидимся? Ну, можем хоть каждый день видеться. Лишь бы у тебя время было и желание. Например, в кино ходить. Пойдем. В кино. Правда? Пойдем. Вставай. Ой! Ой, Раечка, привет! В начальство приходило. Я сказала, что ты за красками пошла. Маш, так я позвоню. Ага. Ну, пока. Раечка, ты чего? С детьми все нормально? Серой, что случилось? Из дома нас гонят. Кто гонит? Почему? Ваське. Мужу моего бывшего родня. Он на север подался. Ищи теперь его с вещей. Мамаша его пришла и сказала, давай, пометайся со своими довесками. У него младшенький женится. Квартира нужна. Да как же так? Детей не имеют права выселять. Ну, да. Детей не имеют права выселять. Ну, что там не прописано? Ну, же у родственников моих прописано в деревне. Будем теперь бомжами. Ираечка, ну, не переживай. Ну, все еще наладится. Ну, что наладится-то? Ну, что наладится? У меня же как тебе-то наследство не упадет. А вы идите и в мамину квартиру живите. Это как это? Да очень просто. Ну, я ведь теперь могу у дедушки с бабушкой жить, а ты с близнецами в маминой квартире. Переезжайте и живите. Ты нам сдаешь ее, что ли? Господи, да бог с тобой сдаешь. Просто живите хоть до старости. Ей платить ничего не надо. Машка. 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 Ой, мама. Ой, мама дорогая. Ой, мама. Ой, ой. 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 Ну, вроде все затащили. Ну, вот. Живите счастливо. Ой. Ой. Машка. Я же не думала, не гадала, что вообще такое возможно. Машка, спасибо тебе. Большое спасибо. Ну, все, все, хватит. Давай вещи все разбирать. Давай. Ой. Маш, я тебе знаешь, что скажу? Слушай, давай сюда. Чего? Слушай, не могу я здесь жить-то. Почему? Ну, как почему? Не детей в школу устроить. Не врача не вызвать. Ну, с ЖЭКа замучают. Шо, без прописки тут живете-то? Ой, да. А я как-то не подумала. А что же делать? Я не знаю. Фак, так надо эту квартиру на тебе оформить. Да ты что? Да ты что, Маша? Да ты столько для нас делала. Ты что? Ну, все же, значит, надо доделать. Я у нотариуса спрошу, как оформить. Ну, то ли как будто я тебе подарила ее, то ли как будто ты у меня ее купила. Машка. Маша. Спасибо тебе большое. Я тебе тоже обязательно когда-нибудь, чего-нибудь где-нибудь помогу. Ну, с ковром там поаккуратней. Спасибо тебе. Спасибо, родная моя. Спасибо. Да ладно тебе. Вот. Ключи держи. Ой, ты прилип что-то здесь? Пошли обедать. Олег, Олег, я попозже. Сейчас закончу. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Господин Черновецкий, здравствуйте. Здравствуйте. Простите, а мы знакомы? Ну, я вас сразу узнал. Как это? Узнали. Вы очень похожи на своего отца. Что вам нужно? Позвольте представиться. Заведующий отделом новостей, газеты вечерние новости. Марат Сергеев. Очень приятно. Всем обязан. Ну, не будем ходить вокруг да около. Перейдем сразу к делу, так сказать. Меня интересует история вашего конфликта с отцом. Сегодняшнему читателю интересны семейные драмы? Я вам ничего рассказывать не буду. Забыл вам сообщить. У нашей газеты очень хорошие спонсоры. Мы платим за материалы. А я памятью не торгую. Это мое. Ну, зачем так высокопарно? Ну, это же просто интервью. Уходите. Ну, ладно. Но я же все равно напишу об этом. Так что лучше, если бы эту историю я узнал именно от вас. Как вы поссорились? А почему вас отец нашел наследство? Да никто меня не лишал наследства. Поймите, я сам отказался. Ну, поподробнее, пожалуйста. Поподробнее, пожалуйста. А куда мы идем? А, понимаю, понимаю, господин Чернайский. Поехали. 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 Ну, у тебя что-то общее есть. С кем общее? Я корреспондент газеты «Вечерние новости». Мы хотим сделать о вас репортаж. Ой. Извините. Вы что, какой репортаж? Что обо мне писать? Я простой штукатур. Вы наследница. А про наследников сейчас интересно всем. На. Полюбуйся. Наследница. Смазванка. Как же так? А я… Я не знал, что у меня есть дочь. А значит, не очень ты ей нужен был. Ну, может, и она не знала про меня? Захотела бы – узнала бы. Не маленькая уже. Нет. Ну, а почему Лена не сказала, что она ждет ребенка? Лена? Ну… Лена… А что бы это изменило? Тогда не женился бы, да? А на меня тебе заплевать? Ну, Лиза, ну при чем здесь ты? Я сейчас о дочери говорю. Ну… Мне все ясно. Мне все ясно. Лизонька, тебе нельзя нервничать. Я просто не могу так жить. Я не могу так жить, когда вот… Когда тебя обманывают. И потом… С чего ты взял, что это твоя дочь? Ну… С чего… С чего ты взял, что это… Значит, все. Все. Вот давай больше не будем об этом. Потому что ты только нервничаешь. А из-за тебя я начинаю нервничать. А когда я нервничаю, я… Я прав, нервничаю. Кстати, вопрос с кредитом уже решен. Да не нужен нам этот кредит, Митя. Ну, не будь ты упрямцем. Ну, это невозможно. Ты как маленький ребенок, я тебе говорю. Ты взрослый человек. Вот именно. Поэтому я несу ответственность за свои поступки. Ну, почему? Похоже. Это же вы! Я? Да вообще-то я, это я. А в каком смысле? Или там, на стенде. Пойдемте. Пойдемте посмотрим. Смотрите. Это же вы. Смотрите, это она. Она. Нет. Это не я. Правда, вы. Вы ошиблись. Это же она была. Ну, привет, Маш. Ой, а мы разве знакомы? Да тебя, тебя все знают. Слушай, такая тема. Клуб ветеранов спорта очень нуждается в спонсорах. Поможешь? Ой, вы знаете, я как-то в спорте не очень. Нет, ну, подумай. Реально, ребята нуждаются в деньгах. Я подумаю. Эх ты, Маша. Уходит. Маша, подожди, Маша, подождите. Маша! Здрасте. Здрасте. Маша, по вам сразу видно, что вы добрый человек. Вы меня уже знаете? Конечно. Да кто же вас не знает, Маша? Мы пришли просить вас о помощи на строительство городского приюта для животных. Минуточку. Вот. А пятого еще зарплату получу. Мария? Наконец-то я вас дождался, Мария. Вы кто? Тоже из благотворительного общества? Нет, нет, Мария. Я сам по себе, Мария. Я тоже наследник дворянского рода. Только очень обедневшего, Мария. И у нас с вами много общего, Мария. Я читаю в ваших прекрасных глазах. Вы... Вы моя судьба, Маша. Маша, да не ваша. И не чья я. А своя. Собственная. Да отстаньте от меня все. Все. Привет и до свидания. Я. Эх, Маша. Ну ладно, ладно. Машина. 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 Может, еще мороженого? Да нет, ели уже. А может, тогда воды? Нет, Игорек, спасибо. Тебе с седьмого ряда будет нормально видно? Ну конечно, близко ведь. Может, слишком близко? Хочешь, я могу поменять билеты? А? Хочешь? Успокойся. Все хорошо. Правда? Тебе хорошо? Игореша! Игоречек! Подожди! Сейчас, прости. Конечно, конечно. Слушай, хорошо, что ты мне сказал, что ты в кино идешь. Да, а генотеатр у нас один. Тетя Валя, вам что-то помочь? Давайте я завтра подойду. Слушай, только что у бабушки скорая была. У нее этот, как его? Господи, ты боже мой! Что? Кризис! Кризис гипертонический? Да, он самый. Вот, и я с неба посидела, да мне в ночную. А врачи сказали, наблюдать надо. Да, да, я понимаю, я понимаю. Игоречек, я понимаю, вижу, дело молодое, но бабуль-то одна у тебя. Хорошо, тетя Оля, вы не волнуйтесь, вы идите на работу, я сейчас домой пойду. Я пойду, пойду. Игорюша, бабуля без присмотра! Я понял, тетя Валя. До свидания. Пошла я. Ага. Что-то случилось? Да нет, ничего. Ну, я же вижу. Мне нужно идти. Соседка приходила и сказала, что у бабушки давление поднялось, там скорая приезжала, так что… Господи, ну конечно же иди. А в кино мы в следующий раз ходим. Ну да, теперь ты меня никогда не простишь. Ну что ты, глупый. И больше не захочешь со мной никуда идти. Ну ладно, я был счастливым, нечего привыкать. Так, подожди! Пошли! Куда? К бабушке. Пойдем, пойдем. Одна надежда у меня на этого нотариуса была. Кать. А он что-то не повелся. Девушка. У меня щи, котлета, гречка, булка… Я здесь не работаю. Закрыто. Значит, ты его не замотивировала… Чего? У нас на курсе секретарши психологию читали. Самое главное для человека – это мотивация. Ну, чтобы он понимал, нафига козе боят. Вот вы и шли бы в секретарше. А раз вы здесь работаете, читайте, пожалуйста. Слушайте, дайте договорить, что за люди-то, честное слово. Кать, я ему прямо сказала, русским языком. Вы, наверное, на этом заработаете. Значит, неправильный мотив. Девушка! Дайте, пожалуйста, жаловную книгу. С вас сорок семь рублей. Кать, куда я знаю, правильный мотив или неправильный? Я ему в мозги-то не залезу. Лиз, а в мозги лезть не нужно. Ты же у нас красотка. Вот теперь мне и умирать не страшно. Да что вы такое говорите? Давление нормализовалось. Сейчас вот примите еще лекарства, поспите и… Спасибо. Вот и увидел, Боженька, какой у меня Игорек-то хороший. И послал ему тебя. Только ты уж, девонька, ты его не бросай. Ладно? Чтобы я знала, что он в хороших руках. Да я… Принес. Держи. Пока. Держи. Божья. Что-то вы, Лиза, ко мне зачастили. Просто вы мне показались таким понимающим, таким... Редко встретишь человека, с которым хочется поделиться. Поделиться? На болевшем. Что-то я, честно говоря, пока не очень понимаю. Лиза, хотите чай? ПЕСНЯ Извините. Мне нужна Садовая двадцать. Не подскажете? А вот этот дом. А, спасибо. Мамочка, тебе здесь нравится? ПЕСНЯ А кто это к ним пришел? Иду, иду. Здрасьте. Здрасьте, я к вам. Ой, проходите. Здрасьте, здрасьте. Я из областной газеты. Хочу взять у вас интервью. Ой, опять интервью. Мне кажется, я ничего выдающегося не сделала, чтобы обо мне печатать в газетах. Поэтому, пожалуйста, не надо. Не надо у меня брать никакого интервью. Отказываетесь? Да. Меня тогда выговор влепит. И зарплата у нас посрочная. Ну, ладно. Ну, что делать? Проходите. Привет, Маша. Ой, привет. Ой, улыбаешься хорошо, а как это… Жаконда? Да нет, ну, как в этих журналах-то. Каких журналах? Да неважно, все равно их не считаешь. Мах! Это, ну… Вот. Это тебе. Дорогущий! А? Ничего себе! А? Ну, бери. Ой, а у меня ведь пирог в руках. Я для всех испекла. А? Ну, я это… На обед-то приду, а? Да. Ты мне кусочек-то оставишь? А? Конечно. Ну, давай. Давай. Спасибо. Ага. Девчонки! А я вам пирог принесла. А чего это она? Знаешь, Машка, из тебя Бог однажды макушку-то поцеловал. Это ещё не значит, что ты его за бороду схватила. Чего? Да ничего. Ра… Рай, это что, из-за того, что мне Серёжа цветы подарил? Так я сама не знаю, чего это он. Представляешь, я двадцать лет не был на этой улице. Стороной обходил дом. А дом всё тот же. И палисадник тот же. И вообще… А ты меня слышишь? Я тебя прекрасно слышу. А ты меня вот услышать не хочешь? Так, если ты о наследстве, я вообще не желаю больше на это. Не кричи на меня. Прости. Я просто опаздываю на работу, а когда опаздываю, я нервничаю. Кстати, ты не знаешь, где мой проездной? Как обычно, в кармане. Угу. Ну ладно, я… я пошёл. Ну ладно… Ну ладно… Юрь, прости меня. Ты что же думаешь, если ты богатенькая, значит тебе все можно, да? Я правда, я не хотела тебя обидеть. Ты, да. Ты знаешь, ты знаешь, бывает, те, кто парней уводит, знаешь, я тебе расскажу, что бывает. Ты что думаешь, ты богатенькая, тебе все можно, да? Можно всех подкупить и Раису, и Серегу, да? Так? У меня, правда, такого даже на уме не было. Так кто тебе поверит, миленькая моя? А ты тоже хорош? Принцактый. Встал вокруг неё бегать сразу! Конечно! Ой, Юля, бежать! Ну, бежать! Ой, Юля, бежать! Пусти меня вообще! Раина, ты тоже так думаешь? Что я тебе купить хотела? Ми... Ми... Девушка! Девушка, куда вы ешь? Что у вас происходит? Так, в чём дело? Я хочу отказаться от наследства. Лиза, ну что, так и будешь молчать? Неужели какое-то наследство для тебя дороже, чем наши отношения? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло! Узнала! Лиза, я провёл некоторую работу по вашему предложению. Есть перспективы? Да, 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 да. Вы меня правильно поняли. Лиза, я думаю, можно будет даже обойтись без подписи вашего мужа. Моя доля... Сорок процентов. Нет, нет, нет. Торг здесь не уместен. Лизочка, что-то случилось? Ничего не случилось. Да? Все хорошо. Все очень-очень хорошо. Подожди, а ты на меня, значит, не сердишься? А, нет. Ну, ничего. Поживу у Раисы. Я в одной комнате. А она с детьми в другой. В тесноте, да не в обиде. Уж лучше так. Зато никто упрекать не будет. Ну, чё? Пустишь? Ой... Проходи, конечно. Тяжко на душе, Маш, да? Тяжко на душе, Маш, да? Да. А главное, зачем они так? Я ведь от всей души. Веримаш. Верим. 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 Видишь, как обидно было, когда Юлька сказала, что я с тобой из-за вот этого твоего наследства, а? Да зачем мне все это надо? Зачем? Ты мне понравилась. Как человек, Маш. Не веришь? Извини. Извини, Маш, не сдержался. Извини. Как же ты теперь с Юлей? Ты что, поверила, что я с Юлей встречался? Так все думали. Нет, Маш, не такая, как Юля девушка мне нужна. Не такая. Мне нужна добрая, честная, порядочная. Ну, вот ты, понимаешь, ты мне нужна. Люба, приглашай следующего. Я же сказал, я позвоню, когда… Матвей Маркович, я… Я не нахожу понимания у мужа, а вы… Жарко. Я не знаю, может быть, вам неудобно здесь разговаривать? Мы… мы могли бы где-нибудь встретиться. Лиза, я ценю свое время. Говорите сейчас, что вам нужно. Я тут подумала и решила, что сорок процентов – это много. Я согласна на тридцать. Поэтому вы решили меня соблазнить, чтоб изменить наши условия. Да. Угу. Я чай принесла. А что ты здесь делаешь? Так только здесь можно телевизионную антенну провести. Ну вот, я буду здесь вечером после работы телевизор смотреть. После работы? Маш, ну че мы с тобой гуляем, гуляем. Кино, кафе, ну не то все это, понимаешь, не то. Бабка, не то. Не то, Маш, не то. Я, Машун, хочу с тобой больше времени проводить, понимаешь? Вот. Ай! Вот телевизор смотреть вместе, понимаешь? Ой, а у меня же нет телевизора. А ничего, мы купим. Мы купим. Вот завтра мы и купим. Я тебе советом помогу. Ты же в технике ничего не понимаешь. Ну, вот я тебе помогу. Ой, я вроде никого не жду. Привет. Привет. Что-то случилось? Нет. Маша, мне нужно с тобой поговорить. О чем? Ну, это долгий разговор. Можно мне зайти? Ну, ладно, ладно. Я тогда коротко. Я долго думал, и я решил, что нам нужно с тобой поговорить. Потому что… Ну, ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Но я не хочу тебе мешать и не хочу надоедать. Понимаешь? Поэтому я тебя прошу, ты подумай и скажи мне… Хорошо? Нет, Маша, только ты сразу не отвечай. Я понимаю, я не красавец, не весельчак. Но… Ну, ты подумай. Может быть, я тебе нужен. Ну… Ну, извини. Спокойной ночи. Машечка, а кто это был? Игорь. О чем хотел? Да так. Так. Ой, чай, наверное, совсем остыл. Машуль, не суйтесь. Машуль, не суйтесь. Выходи за меня. Замуж. Ты чего? Что? Не согласна, что ли? Я согласна. Вот ты умница. А мы не слишком быстро. Ну, а что тянуть-то? А вдруг я тебе не подойду? Ты ведь меня совсем не знаешь. Таких девушек, как ты, видно сразу. Ты одна на миллион. Ты же у меня золото. Ой, Лиза, Лиза. Что ты сама творишь? Только с тобой я способен на такие безрассудства. Я только могу вернуть тебе твой вопрос. И я не знаю, что со мной происходит. Скажешь еще, что с тобой никогда в жизни такого не было. Ты, конечно, можешь мне не поверить. Ты знаешь, а мне почему-то очень хочется тебе верить. Я не знаю, что с тобой. За что ты меня, Сережа, полюбил? Угу. Угу. Я же не красавица какая-нибудь. Хотя глаза ничего. Я нос. Ну, как можно с таким носом полюбить? А он полюбил. Потому что он хороший. Ай, я с ним буду самая счастливая на свете. Это не может быть. У меня что, нет шансов получить это наследство? Сережа. Ау. А кого мы на свадьбу позовем? Кого, кого? Да никого. Как никого? Ну, так. А что зароди деньги тратить? Мы с тобой, Машунь, поедем. Это свадебное путешествие. А свадьбы не будет? Ну, что ты все заладила? Свадьба да свадьба. Ты определись, что тебе важнее. Свадьба или я. Ты, конечно. Ты умница, Думаю. Слушай, все равно не нам завидуют. Понимаешь? Что нельзя кормить-то? Мы с тобой, Машунь, распишемся по-тихому. Вот. И будем наслаждаться жизнью. А платье можно? Можно. Можно. по-тихому. Наверное, Сережа прав. Зачем нам попросту тратить деньги? У нас ведь, наверное, скоро родятся дети. Лучше же на них потратить. Детям ведь очень много всего нужно. Я не помешал? Да нет, не помешал. Я, Маш, знаешь, что решил? Я тебе письмо написал. А то мы так с тобой никогда не поговорим. А мне нужно тебе сказать. Ну, чтобы ты знала. Сейчас. Ой. Проводка опять. Выходит, это я в прошлый раз напортачил. Не доделал что-то. Да нет, это просто дом старый. Ну, ничего. Я понемногу. Да ладно. Я сейчас все исправлю. Так. Подержи. Аккуратно. Нет. Сейчас. Готово. Ура. Ура. Давай. Пошел. О! Вова, я пришел. Может, чаю? Спасибо. Не нужно. Я пойду. Ну, ладно. Ты мне про письмо говорил. Письмо? А, да. Да я его еще не написал. Я... Это я так вообще сказал. Пока. Лиза. Лизочка, ты только посмотри. А... Ты куда? Я от тебя ухожу. Я тебя все поняла. Что ты поняла? Что ты меня не любишь. Я тебя не люблю. Да я ради тебя готов вообще... Если бы ты был готов, ты бы обо мне заботился. А так? Тебе же важно твое упрямство. Не можешь сделать для меня такую мелочь. Ну, какую мелочь? Поставь ты этот... Чемодан. Какую мелочь? Наследство, Митя. Мне безразличны деньги твоих родственников. Ну, мне важен принцип. Понимаешь? Ну, подожди, Лиза. Ну, так нельзя. Ну, подожди. Ну, давай обсудим. Ну, нельзя же так вот... Давай все обсудим. А что обсуждать, Митя? Ты был любовью всей моей жизни, Митенька. Ты тоже. Прощай. И не смей. Просто не смей искать со мной встречи. Потому что Катя... Ты едешь к Кате? Ну, какое это имеет значение? Ну, вот. Нет! Нет, даже и не проси. Не будет ничего. Нет. Ну, пожалуйста, Павел Павлович. Я вас очень прошу. Краснова. Краснова. Тебе-то чего не хватает? Ты чего увольняться решила? Знаешь? Ты же у нас лучший маляр. Понимаешь? Ну? Мой муж, ну... Ну, будущий. Сказал, увольняйся. Папа, дедушка. Какой муж? Это Серега, что ли? Ну? И чего ему надо? Ну... Он говорит, что... Как? Моя жена не будет... Семенович, где? Ага. Говорит, что моя жена не будет маляром. Ах ты! Бабарин какой, а! Да что вы вообще решили? У вас эпидемия, что ли, какая-то увольнение пошла? Ты... Без ножа режете! А кто же чего увольняется? Доктор Игорь Кононов! Такой мой шмонтажник хороший! Игорь уволился? Почему? Да кто же вас разберет? Уезжайте ему куда-то! Пиши! Заявление пиши! Спасибо, Павел Павлович! Семенович! Ух ты, Машка! Привет! Поздравляем! Никто не верил, что Серега когда-нибудь женится! Спасибо! А вы откуда знаете? Да вся стройка уже знает! А как тебе это удалось-то? Очевидно, нас на свадьбу не позвали! Зажали, что ли? Да какой Серегий муж! Он на наследство Машкину польстился! Вот поэтому праздновать настроения нет! Я тебе знаешь, что скажу? Вот люди, как разбогатеют, они сразу жадны становятся! Это точно! И что ему в голову взбрело? Не знаю! Денег, что ли, не хватало? Жить есть где! Надеть есть что! Я плакала, просила! Нет! Уперся! И все! Поеду! А куда он поехал? Ой, да на флот служить пошел! Он на год контракт заключил, потом, говорит, куда пошлет! А шо же он тебе ничего не сказал? И не попрощался? Странно! Он очень о тебе хорошо говорил! А вы часом мне поссорились! А я дур старый размечталась! Думал, вы поженитесь! И ведь мне сразу очень понравилось! Ой, ну что вы! Мы с Игорем просто дружили! Ага! Здравствуйте! Чем могу быть полезен? Моя фамилия Черновицкий! А-а-а! Секретарь доложила мне! Прошу! Что с тобой? А-а-а! Понимаете? А-а-а! Ну... Дело в том, что... В общем... Я решил вернуть наследство своих родителей. О! Ну что ж... Насколько я помню, полугодовой срок предъявления прав в вашем деле еще не истек. Так что... Вполне возможно. Да? Подождите, а... Ну, насколько я знаю, что это нужно по судам мотаться и что-то там доказывать. Я бы очень не хотел... Если вы готовы расстаться с определенной суммой, вполне приемлемой, надо сказать, то... за вас это будет делать мой человек. Вам только... надо будет оформить на него доверенность. И все? Все? А-а-а! Ну это... Конечно, я согласен. Да, спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА иНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Лиза, я знаю, что ты меня слышишь. Ну, открой, пожалуйста, я все равно отсюда никуда не уйду. Я спросил, не приходи, ведь между нами все кончено. Я не могу один. Я очень по тебе скучаю. Можно я войду? Нет. Ну, просто поговорим, а? Это все равно ничего не изменит. Кредит на квартиру оформлен. Все, у меня есть деньги. Надо подать заявление в ЗАГС о расходе. Еще одна новость. Все. Нет. Я подал в суд на пересмотр дела о наследстве. Уметь это не имеет никакого значения. Ну, я же не из-за денег. Да я понимаю, но я хочу, чтобы ты знал, я готов брать тебя на все. Мне без тебя так плохо. Я просто думала, что ты меня разлюбил. Ну, что ты, голубенькая моя, ну как? Я тебя, я тебя очень люблю. Пойдем домой. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Мить, а уже не надо ничего Как это не надо? Представляешь, я не успела тебе сказать, сегодня сообщили, в клинике диагноз перепутали Добавил субтитры DimaTorzok 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 Мить. Спи. Давай спать. Серёженька. Серёжа. Ты где был? Где-где? В Караганде, где? К нотариусу твоему ходил, а ещё в суд зашёл. Что? Что? Они чего? Ну, кто им, а? Мелкая сошка. Сказали, решение суда принято. Так что забирайте свою законную супругу и вымазывайтесь из этих барских хором. Серёженька, не переживай. Я опять на работу пойду. Вот сына же. Вот какая-то подлянка будет. Вот. Серёженька. Жаль, что так вышло. Ну-ка, постой. Вот встань там. Подождите, я всё-таки не понимаю. Должен же был бы быть суд. Был суд. Как? А её не вызывали. Вызывали. Подождите, а мы ничего про это не знали. Повесткой вы вызывали, как положено. А мы ничего не получали. Ну, все претензии к почте. А-а-а. Понятно, да? Состряпали дело. Комар носу не поточит. Заплатили тому почтальону. Пальшивую подпись поставили. Владычаг, вас супруга дожидается. Законно. Вы знаете, я вот это так просто не оставлю. Я, Федеральный, не суд буду обращаться. Высшие инстанции. А то развели здесь коррупцию, знаете ли. За клевету нас тоже сажают. Ну, пойдём. Чё стоишь-то? Люба, завари чаю и не беспокойте нас. Видишь, я же обещал, что всё будет хорошо. Не так хорошо, как могло бы быть на самом деле. А что не так-то? Твой муж, испугавшись твоего ухода, сам всё оформил, как ты и хотела бы. Я боюсь, что Митя может наделать глупостей. А мне было бы спокойнее, если бы всё имущество было бы оформлено на меня. Тебя недооценил. Напрасно. Предложи варианты. Мне приходит в голову только один. Надо... Надо достать справку. Ну, что Митя психически невменяем. Тогда единственным опекуном его буду я. Лиза, ты далеко заходишь. Митя хочет отдать городскому музею весь антиквариат. По-моему, это нормально? У тебя есть люди, связи. А я умею поделать Митину подпись. Так что ни одна экспертиза не отличит. Это подсудное дело. Да? Ну, кто будет обращаться в суд-то? Митя? Ты его видел? И всё-таки... Ну... Ну, сделай это для меня. И мы будем вместе. Ты просто идиота! Серёженька... Ну, у тебя ж своя квартира была! Своя! Ну, я ведь её Раисе подарила. Ты забыл? Я забыл? Да такое не забывается! Подарите квартиру! Да иди сюда! Но ведь ей надо было где-то с детьми жить. Да какое твоё дело?! Где с кем жить и кому... Серёженька, не злись ей. Я просто помочь хотела. Я не знала, что... Да если ты даже знала, а?! Ну, если ты знала... Какое твоё дело?! Подарить квартиру? Ну, ты... Да ты идиотка! Ну, пусть так. Но ведь не в квартирах счастье. Главное, что мы вместе. Все! Все! Я на работу! Я только на полдня пройдусь! Все! Да... Время будто остановилось. Отец никогда не разрешал трогать свои парусники. А мне так хотелось. Ключ от сейфа у тебя? Что? Ключ от сейфа. А, да. Вот возьми. Там мамины драгоценности. Может тебе что-то понадобится. Да. Да. Что, Любаша? Ты меня любишь? Ну, что такое опять, а?! Ну, что такое опять, а?! Ты мне не веришь? Я уже начинаю сомневаться. Это из-за Лизы. Это из-за Лизы. Это из-за Лизы. Я же тебе объяснял, что у нас с ней ничего личного, только бизнес. Возьми меня замуж. Пожалуйста. Да, Паша. За пять лет ты могла бы понять, что я убежденный холостяк. За пять лет мог бы заметить, что я не буду мешать тебе жить как хочется. Любаш, давай не будем разрушать то, что есть. Значит, все-таки Лиза? У тебя с ней роман? Я всегда ценил тебя за то, что ты умная женщина и не истеричка. И не заставляй меня в этом разубеждаться. Может, пойдешь поработаешь, а?! ТЕЛЬБА ТЕЛЬБА Тихо. Ну что, поздравляю! Все нормально идет. Срок у вас 5 недель. Так что, как говорится, кушайте витамины, дышите воздухом, гуляйте. Но через месяц попрошу-то мне на плановый прием. Спасибо. Спасибо. Нет, за что спасибо. Мужа благодарите? Здрасьте! О, привет! Скажите, а вы Сережу не видели? Видел, Сережа, видел. В пивнушке своей, как всегда. А, как всегда? А ты что, не знал, что ли? О, вот жены пошли, а? Скажите, а где эта пивнушка? Ну, вон трубы, видишь? Вот за ней заходишь, и все там. А, спасибо. До свидания. Пока. Может, пойдем поглядим? Да ну, потом попадем ему под горячую руку. Ну, тоже. Давай. Ну, поехали! А, давай. Ну, чего? А вот, опа! Хорошо, молодец. Ну, давай. Вот так вот, а? Ну, мужики! Опа! Молодец. А вот так? Сереж... Ты что, пришла? Мне поговорить с тобой нужно. Дом поговорим. А когда? Когда приду, тогда поговорим. А когда ты придешь? А Серега пропал-то? Иди теперь перед женой отчитывайся. На. Когда захочу, тогда я приду. Вон, все нормально, Сережа. Правда, мне только два слова нужно сказать. Сереж, ну... Ну, чего ты... Говори же на два слова. Что сказать-то хотела? Давай, говори. Холодно. Сереж, я у доктора была. Ну, и чего? У нас ребеночек будет. Я этого еще не хватало. Ты что, не рад? Счастлив. Слушай, можно ждать сейчас этого? Давай. Счастлив. Что сделать? Ну, ведь у вашей бабушки дела. Ну, все бы ребенка не было. Сереж, что ты... А? Он просто не ожидал. Испугался. 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 Конечно, такая ответственность. А на самом деле... Он обрадовался. Испугался. Он садил. Да? Испугался. Я садил. Я садил. Что случилось? Я садил. Да? Я садил. Я садил. Ну, я садил. А знаешь, меня сегодня руководство отметило на работе. Я кое-что придумал. Слушай, а давай завтра в кино пойдем? Митя, я там твой паспорт взяла. Не подумай, что потерял. Зачем? Хочу путевки оформить. В Сочи. Там говорят рай. Для меня рай. Здесь. С тобой. О, я. Вдодец. 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 Да. Вдодец. Выходить. ОБД. Пр Starbucks. Продолжение следует... Продолжение следует... А он что, дома не ночует, что ли? Так, мне вот эти ваши фокусы не нужны. Либо платите, либо съезжайте. Ой, да это какая-то ошибка. Я вам сейчас все деньги отдам. Правда, мы отложили. Я вас отсюда с милицией выселять буду. Продолжение следует... Ребята, вы не видели Сережу? А Сережа нет там? Павел Павлович... Павел Павлович, ну... Уволился, Серега? Ты что, не знала, что он увольняется? Он не от тебя избежал? Ну что ж... А теперь настало время блеснуть и другими твоими талантами. Смотри... Подписывай здесь. Слушай, лихо у тебя получается. Так, теперь вот здесь... Здесь... Что? Не получилось. У тебя есть еще копия? Почему мы не могли нормально в твоем кабинете за столом все подписать? Ну, значит, не могли. Что-то случилось? Да, Люба... Мне же кажется, она что-то слышала, о чем-то догадываться. А я не хочу, чтобы она узнала. Но рано или поздно она все равно все узнает. Тогда придется ее уволить. Ну что, я думаю, где-то месяц уйдет на оформление формальностей. А потом найдем хороших антикваров, приличного риэлтора и... Здравствуй, новая жизнь. Слушай, а ты уверена, что действительно хочешь продать этот осадняк? Конечно. Я бы скорее хотела убраться из этой дыры. В Москву. В Москву? В Москву. Какая романтика. Люба, ты следила за мной? Собираешься меня бросить? Господи, Люба, я встречался с Лизой по делу. В гостинице? Да. Чтобы нормально поговорить, чтобы... Не надо. Чтобы не нервировать тебя, между прочим. Потому что ты меня уже задушила своей ревностью. Вот ты из этого уже умудрилась создать проблему. Не ори на меня. Люба, иди на место. Сейчас клиенты придут. Ты прости, некуда мне тебя пустить. Ну, ты сама подумай. В одной комнате дети. В другой комнате мы с Петёней. С Петёней. Ну, с Лисарного ты не знаешь. Я могу на кухне. Маш, ну какая кухня? Ну, ты сама подумай. Ты же молодая женщина. Зачем Петёни такие за мамушки? Рай, я беременная. Да ему-то козлу по барабану. Тем более ты в таком положении. Тебе покой нужен. А у нас-то колготня с утра до вечера. Не пущу. Я беру. Я пойду. Петёный. Успокойся, малыш. Все будет хорошо. Мне с тобой ничего не страшно. И ты ничего не бойся. Мама обязательно что-нибудь придумает. Маша, проходи. Проходи, девочек. Что случилось? Дяденька, проходи, милая. Проходи. Вы только Игорю, пожалуйста, ничего не говорите. Нет, конечно. Заходи, заходи, заходи. Уважаемые Анатолий Андреевич и Нина Федоровна. Я не виню Митю в том, что у нас все так вышло. Родить Машеньку я решила сама. Митя не знал о ней. Когда я поняла, что беременна, мы уже расстались. Нам не нужны ни деньги, ни прописка. Я справлюсь сама. Но я хочу, чтобы вы знали, у вас есть внучка. Может быть, вы когда-нибудь захотите ее увидеть? Уже сейчас видно, что она девочка умненькая и красивая. Надеюсь, та не та актриса, как бабушка, или ученый, как дедушка. Маша, а у меня беда. А ты, Горька, давно писем нет. Так давно жду. Не знаю, что думать. Да вы даже не думайте. Нет, нет, я не думаю. Вот и не думайте. Он там чувствовать должен, что его ждут. Да я не думаю. Ну, а вдруг что случилось? Нет, нет, надо верить. Может, может, с почтой что-то? Нет, ну, все-таки же не великое отечественное. Ну, и что? Мало ли недоразумений. Мне вот историю рассказывали. Ой, спасибо, что утешаешь. Золотая у тебя душа. Хорошо, что ты ко мне пришла. Маша, оставайся у меня жить, а? Мне не так тоскливо будет. Ну, может, и я тебе пригожусь. Спасибо. Оставайся. Да что ты совсем? У меня руки-крюки сделались. Ой. Ой, давайте я сделаю, помогу. Ну, ладно, сиди уж. Доктор сказал, тебе покой нужен. Ой, навязалась я вам. Пойте, кормите, ухаживайте. Но вы не переживайте, я... Я все-все отдам. Все, что вы на меня потратили. Ты глупостей не говори, что у меня денег, что ли, совсем уж нет. А потом, мне одной сейчас ничего не нужно. От Игоря так ничего и не было. Если б было, неужели б я не сказала? Плясала бы от радости. Ну, вы не забудьте. Если что, то вы про меня ничего не говорите. Ну, если вдруг... Да что ж ты, все как на иголках, а? Ну, если я пообещала, значит, буду молчать. Только позвонил. Лизонька, хорошо, что ты пришла. Я уже соскучился. Я вот тут в очередной раз архив отца разбираю. Митя, я с тобой развожусь. Как? Почему? Что почему? Слишком много вопросов, Митя. Давай без цен. Ты уедешь на свою квартиру и... Мы разведемся, как интеллигентные люди. Подожди, подожди. Я ничего не понимаю. Это какой-то дурный сон. Причем здесь развод? Какая своя квартира? Вот мой дом, я здесь живу. Прости, пожалуйста. Теперь по документам единственной владелицей дома и всего наследства являюсь я. Это такая шутка, да? Витя. Витя, это правда? Нет. Хочешь, я тебе скажу, как ты меня раздражаешь? Вот этой вот вялостью своей, вот этой вот... Меня бесит этот город, понимаешь? И провинция меня бесит. Меня раздражает бедность. Я ее боюсь просто. И меня больше всего бесит, что ты этой бедностью гордишься почему-то. А я хочу жить, как я этого заслуживаю. Да нет, ну... Нет. Ну, это не может быть. Нет. Я ж тебя знаю. Ты ж не такая. Я нормальная. Ага. Ну, да. Хорошо. Тогда покажи документы. Они у тебя на столе. Ну... Ну, это... Как... 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 Как ты могла... Что ты сделаешь? Ты в суд подашь? Мить... Тебе не нужны эти деньги. И... И наследство тебе не нужно. А мне очень нужно. Ну, хочешь, забери. Вот фотографии там, архив. Все забери. Мить. И каждый останется с тем, что ему необходимо. Хорошо? Конечно. А я... 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 Мить... Мить... Митя! Папа! Алло! В куры! Тут человек уплох. Что случилось? Что с тобой? Ой! Ой, да ты никак рожать собралась! Ой, Оля, радуй! Не бойся! Ничего не бойся! Я за доктором! Ой, врача вызываю! У тебя все нараспашку. И любви нет. На почту она пошла. Как у тебя дела все? Все в порядке? Что с Митей там? Проблем не будет? Я же сказала, бояться нечего. Тем более, он сейчас вообще в больнице. О, Господи! Не вздыхай так. Ты здесь ни при чем. И я ни при чем. Ладно. Ладно. Все. Не будем об этом. У меня тоже все в порядке. На дом найден потенциальный покупатель. С коллекцией все тоже на мази. Надо только проверить атрибуцию. Ну, просто от этого будет колебаться цена. Но незначительно. В общем, я думаю, что через пару недель сделки пройдут. Я так счастлива. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Ну, что, имя уже выбрали? Мне нянечки сказали про приметы. Да знаю я эту примету. Но у нас-то все хорошо, кризис уже позади. Девочка у вас сильная. Она очень хочет жить. Я ее как мама назвала. Леночкой. Ну и замечательно. Я думаю, что Леночке придется у нас задержаться. Но я думаю, недели на две. Дай бог, чтобы она поправилась. У вас нет права сомневаться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, подвижность рук восстановилась довольно быстро. Речевые функции практически не пострадали. Ну, ноги немного, но это все поправимо. Ничего, все будет хорошо. Скоро поправитесь. Совсем скоро. Спасибо. Ну что, Краснова? Собирайся. Выписывают тебя. Как выписывают? Так выписывают. Так ведь доктор сказал, что Леночка здесь еще долго будет. Леночка, может быть, долго будет. А тебе что? Жива, здорова, положено выписывать. Коек лишних нету. Давай, давай. Я могу хоть кем, хоть санитаркой, хоть уборщицейкой. Я вас очень прошу. Маша, я не решаю эти вопросы. Я просто лечу детей. Ну что же мне делать? Хорошо. Я поговорю с главным врачом, но ничего гарантировать не могу. Главное, что меня беспокоит, это его моральное состояние. Да там динамика не утешит. Вот хорошо, если бы мы домой забрали. Разработает график восстановительных процедур. И тихонечко, не торопясь, с любовью может что-то и получится. Петр Ильич, можно вас минуточку? Узвяжитесь с близкими. Хорошо. Здравствуйте. Петр Ильич, у меня в отделение, ребеночек тяжелый. Черновицик, набери меня. Его мама плачет и просит хоть какой-нибудь работы. Ну, чтоб рядом быть. Ну, у нас все дети больные. Петр Ильич, ну... Я не могу же всех родителей брать на работу. Елизавета Андреевна, здравствуйте. Это лечащий врач вашего мужа. Я вас услышала. Одну минуточку, я прошу прощения. Только вы обращаетесь не по адресу. Мы с Дмитрием Анатольевичем в разводе. Фактически. Просто не оформили документы еще. Нет, ну вы тоже поймите, что Дмитрию Анатольевичу именно сейчас нужен домашний кропотливый уход. И только в этом случае сохраняется шанс на его... Да, ну нет, ну почему же? Я понимаю, конечно, взять и в Москву, это... Да, да, я все понял. Мне очень жаль. Извините за беспокойство. А ты говоришь, женись. Ха! КОНЕЦ 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 Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо! Да, правда, говорят, что деньги счастья не приносят! Здрасьте! Кому это не приносят? Здрасьте! Да хотя-то мы из пятой палаты! Ну и чё, наследство получил? Весь город потом шушукался! Он же академик Черновицкого сын! Ну? И чё теперь? Лежит целый месяц один! Ноги не двигаются, никому не нужно! Так это жена же! У него все деньги-то оттяпало! Денег-то у него нету! Были деньги-то! Да счастья не принесли одно только горе! Ой! Извините! Вау-тихо-таха-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо- GDP- Д generous- Nutкуная colocатрия-tanка-таха- hciхоу-тихо! Зачем же ты плачешь? Мне плачь, не надо. Нет, не плачь, не надо. Я... 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 Я же теперь с тобой. Доченька. Можно? Все, можно. Ну вот. Теперь у меня и дочь. И дочь. Дочь. Дочь, дочь. 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 Не ругай себя, ты поступала, как велит сердце, значит, правильно. Какая-то я невезучая. Ничего не поделаешь. Отец у тебя бестолковый, ну, а ты б него. Да я-то что? Я вот только думаю, где нам теперь с Леночкой жить? Как где? У меня? Все вместе? Возьми ключи и сейчас же поезжай. Правда, можно? Ты же моя дочь. Спасибо. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А чё ты не понимаешь-то? Не понимает он. Просрочил выплаты по кредиту, квартира отошла в банку. Всё нормально. Ты договор-то почитай внимательно, там всё прописано. А? О, ну и что, что мои друзья? Бизнес есть. Бизнес. Во благах ты перестань витать. А? Ну и что, что ты лежал в больнице? Я тебе искренне сочувствую. Ну, знаешь ли, договор есть. Договор. Но, Олег... Прости, дочка. Я тебя всю жизнь испортил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров Редактор Корректор А.Егорова Редактор Корректор А.Егорова Глава Редактор Маша! Ну че? Так и лежит молча. Подвижность ухудшилась. Не хочет упражнения делать. Ой, бедолаги вы, бедолаги. Господи, теперь получается, что все бездомные. Ничего не получается. Все будет хорошо. Я что-нибудь придумаю. Я найду, где мы будем жить. Маш, а че ты не хочешь возвращаться? Там, где жила, до больницы. Что ты? К бабушке Игорю? Да. Нет, она и так слишком долго меня нянчила. А если я приеду еще с папой и с Леной, так это совсем получается без совести. Маш, а сейчас совестью-то нельзя жить. Да не могу я по-другому. Подойдите ко мне. Это что, где-то помыть надо? Помыть, конечно, придется. Всю зиму там никто не был. Где не был? Ну, это ключи от моей дачи. Ну, дача громко сказана, домик возле леса. Вы что, отдаете нам свой дом? Разрешаю пожить до лета. А летом я туда жену с внуками перевожу. Спасибо. Ну, ладно, тебе благодарить. Иди, делай свою работу. У меня своей работы не в проворот. А как вы узнали, что нам с папой негде жить? Ну, а как ты думаешь, я главврач или нет? Ну, все, иди, иди. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы просто делаем свою работу. Спасибо вам за все. Красота. Правда, папа? Да. А оптимизм у тебя, видимо, от мамы. Мама у тебя молодец. Все умеет. Устала. Устала? Наоборот. По работе соскучилась. Хорошо. Хочу на днях на стройку сходить. Может, опять возьмут. Не думай. Слава богу, я теперь дома работаю. Проживем. Проживем. Как она? Вот так. А тебе отдохнуть надо. Да, да, да. Я сейчас Леночку покормлю. Потом массаж тебе сделаю. Обед приготовить. Да еще и отвар тебе отварить. А там и вечер. И так каждый день. Отдохнуть тебе надо. Обо мне никто так не беспокоился, кроме мамы. Ты прости, что с мамой тогда так получилось у нас. Ну, все. Есть кто живой? Ой, а? А кто это? Ой, здрасте. А вы к кому? А мне бы так это, к Маше, к Серегиной жене. Это зачем? Так это, закрыли его. Где закрыли? Ну, так это, на зоне. А что ж он натворил? Так это, по дурости. Запил он. Драма, говорит, у меня жизненная. С несправедливостью и обманом. Ну, это, по синьке залез в магазин ночью. Так это, чего он мне-то прислал? Ехать тебе к нему надо. На свиданку. Передачку просит. Ну, так это. А почему я должна? Ну, ты ж жена. Тебе свиданку дадут. А на зоне, без передачек. Ой, как не сладко. Ну, так это, может быть. Ну, так это. Ну, то есть. Ну, 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 ну. А ну, давай так это и отсюда. Давай так это и отсюда. Я тебе сейчас так так это, ну, мало не так это и отсюда. Давай, давай. Никуда ты не поедешь. Он предал тебя. Да он же живой человек. Маша, ну, послушай отца. Ну, элементарно. Ну, неужели бы ты не отвез ему вообще кому-либо чаю, папирос? Ну, 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 я это другое дело. Какое другое? Какое другое? Ты такой же, как и я. Мой папа. А ты уверена, что едешь только за тем, чтобы отвезти передачу? Я, знаешь, сколько про это думала? Я ведь такая глупая была. Ведь рядом Игорь был, а я как слепая. Ну, да ладно. Ничего уже не исправишь. С Леной надо что-то решать. Ну, не вести же мне ее с собой. Ну, так я же с ней буду. Оставишь нам молока, а уж общий язык мы с ней найдем. Спасибо, дочка. Спасибо. Папа. Ничего. Сядь на место. Машенька, любовь моя. Не надо так. Я так соскучился, девочка моя. Я тебе передачу привезла. Да что там передача? Ты мне нужна. Машенька. 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 Прости, Машенька. 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 Что случилось? Ну, что случилось? Кушать рано. Где наша любимая пустышка? Сейчас найдем. А, вот же она. Сейчас достану. А, вот же она. Тоже на свиданку ходила? А когда автобус будет, не знаете? Ну, как не знать-то? Мы тут все уже знаем. Через час только. Придется подождать. А нам теперь всю жизнь. Ждать, ждать. Небось, детей дома оставила? Дочку. Ну, в город ты только за темно доберешься. Она у меня с папой осталась. Я не волнуюсь. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я сейчас. Я сейчас могу. Сейчас. Ну вот. Папа, я дома. Мы здесь, в комнате. Как вы? Все в порядке? Ой. Ой. Ой, о господи. Папа, как же я рада. Я верила. Верила, что ты сможешь. Ой. Слава Богу. Это, наверное, соседка молоко принесла. Я открою. А ты присядь. Слушаюсь, начальник. Здравствуйте. Здрасте. Вы забрались, еле нашла вас. Как детектив какое-то ваше месторасположение выясняла. А я могу увидеть, Дмитрий Анатольевич? Проходите. Спасибо. Теперь вы являетесь законом владельцем особняка на улице Садовой и всего имущества ваших родителей по описи. Ну, как? Я не понимаю. А Лиза? А Елизавета Андреевна отбывает наказание за подделку документов мошенничества в особо крупном размере. Вместе со своим сообществом Матвеем Марковичем. Ну, а как? Я тоже умею подделывать подписи. А код сейфа за пять лет волей-неволей узнаешь. Все равно не понимаю. Рога нужно бить его же оружием. Извините, Дмитрий Анатольевич, но я подделала вашу подпись на заявление в суд о мошенничестве вашей жены и на доверенности вашему представителю в суде, то есть мне. И, между прочим, не только бесплатное приложение к телефону Матвея Марковича. Я юридически окончила. Столько лет свою карьеру гробила из-за Матвея. На личное счастье надеялась дура. Он, наверное, вас очень обидел, этот Матвей Маркович. Да ничего. Я через месяц, получая нотариальную лицензию, арендую его кабинет. Да, но... Лиза в тюрьме. Да не волнуйтесь вот так. Срок им дали минимальный. Да еще, наверное, на условно-досрочный подадут. Зато уроком обоим будет. Да. Но все равно надо передачу как-то привести. Я Сережу буду собирать и Лизе соберу. А если бы Матвей на мне женился, я бы даже на свидание к нему ездила. Матвей. Ну вот. Мы и дома. Машон, а что если мы наши картины отдадим в музей, а? И коллекцию фарфора тоже. А пусть люди видят. Матвей. Здравствуй. Здравствуй. Матвей. 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 Субтитры сделал DimaTorzok